Про что? Да даже не финансы, даже социальные базы. Нет, нет финансов. День и полония не у тех. Это правильная история. Потому что на самом деле в благотворительности скидываются те, кто сами является агентами получения этой благотворительности. Фактически мы нищие, сами помогали с ними нищие. А те, у кого есть суть, говорят, слушайте, я не про благотворительность, я все-таки про инвестиции. А язык инвестиций непонятен тем, кто умеет только тратить и не умеет зарабатывать. Это как бы и культурный процесс на самом деле, не только финансовый. Денег в стране реально много. Вот я общаюсь с разными, на разных уровнях, денег в стране много. Но целеполагание, куда его тратить, как бы непонятно. Как же? Прочитать деньги на инвестиции зависит от электоральной цифры. Понятие культурной идентичности неформировано. Поэтому я лучше про инвестирую туда, там хотя бы все понятно. А здесь мне много что непонятно. Поэтому этот вопрос все-таки культурный и социальный, чем экономический. Но мы можем дискутировать над тем. Вопрос не денег, вопрос ресурсов. Я почему про краудсорсинг спросил? Потому что деньги нафиг не нужны. Нужны... Ну, раз и когда по-разному КВП, раз и по-разному КВП уже не 20%. Уже самих их немного, но в КВП уже нормально. Они уже нормально качают финансы. Просто они вынуждены их вводить в офшоры, инвестируют в будущее. Потому что в этой стране они не видят будущее. А будущее можно вспомнить только в результате диалога. Диалога нет, будущего нет, ресурсы постоянно уходят туда. Потому что они там будущее видят, то есть здесь нет. Ну, я в основном. У глубина ли два куба, а группы исходят из маркетинга? Нет, я происхожу из города Ижевска. Я жил в пенсии, а с глазочью познакомиться с 2000-м годом экспедиции глубины России. Простите, вы говорите о том, что у нас по большому счёту проблемы с доверием из-за отсутствия диалога между социальным трудом. Опыт взаимодействия. Осуществление с субъектом и опыт взаимодействия. Опыт взаимодействия между сами. Возникает вопрос не наоборот. Может быть у нас нет опыта взаимодействия из-за отсутствия доверия? Да-да, здесь привычная, то есть, ну хорошо. А как здесь? Нет, уровень доверия это всё-таки параметр. Параметр, который мы что-то измеряем. Вот у нас нет что измерить. А потом мы научимся понять уровень доверия, это любовь к ближнему, или что-то ещё. Уровень доверия это всё-таки параметр. А опыт взаимодействия это деятельность, ну как зафиксированная деятельность. Там может быть субъект, и сама эта деятельность. У нас нет этой деятельности, поэтому нет уровня доверия. Потому что на самом деле пропаганда давно уже говорит, слушай, давайте за всё хорошее, давайте любить друг друга, ну, условно говоря. В пропаганде эти смыслы брошены, но они не расшифрованы через опыт конкретного человека. Мне говорят о том, что мы должны доверять друг другу. Но я не знаю, что это такое, потому что я ни разу это доверия не пробовал в формате соседа. То есть вы хотите сказать, что если мы накопим опыт взаимодействия, у нас появится доверия? Автоматично, конечно. Потому что доверия это просто показатель того, как взаимодействовать, эффективно или не эффективно. Эффективно возникает эффект с энергией, значит начинает доверять друг друга. Неэффективно обманывайте друг друга, манипулируйте, будет доверие не растёт. И становится отрицательным. Я начинаю вас ненавидеть. А в случае накопления негативного опыта взаимодействия? Ну вот мы сейчас знакомимся в этой ситуации. Вы не знаете своих соседей и не хотите знать. В нашей стране нет муниципального самоуправления, и поэтому много законов ничего не работает. Вот мы находимся сейчас в ситуации, когда опыт отрицательного доверия. Нет, это отсутствие. Отсутствие, даже отрицательное. И то, что не равнодушны, мы больше не доверяем, чем доверяем. То есть мы больше склонны не доверяем. Смотрите, такая история. Я познакомился с соседом, он начал у меня в полтинники стрелять. Я лоха. Я получил опыт отрицательного взаимодействия. Понятно. Вопрос в детали. Как вам познакомиться? Знакомиться с соседями нужно в субботу. Это раз. Вознакомиться с соседями, значит с ними дружить. Это два. Возврат, когда вы идёте знакомиться с соседями, мне честно говоря, свои мотивации. Я, ваш сосед, с третьего этажа, иду познакомиться на всякий случай. Вдруг у нас возникнет потребность все это обсудит. Хочу чтобы вы просто меня знали и доверяли. Это не значит, что я у вас друг. Это не значит, что я вам буду служивать. Но если мы начнём вместе что-то делать, и мне понравится, возможно, я начну оставить ваш month. Но я хочу, чтобы вы просто меня знали. Когда вы друг друга знаете, говорите, слушайте, мы друг друга знаем, а может быть, мы вместе начнем скидываться на своде на коконе, отвечать, если подмечать, если праздник, то мы друг друга знаем, и вроде бы мы с речной людьми. Когда вы начнете копить опыт позитивных эмоций, у вас начнут эти связи усложняться. Сейчас вы находитесь в ситуации, когда вы А. Не знаете, как знакомить соседей? Потому что ни одного стреляла про соседей, ни одного фильма про то, что такой городской активист, что такое социальное общество в нашем стране не снято, и в ближайшее время за каждый день снятый мульт. Мы увидим, что он именно про крепостную правду. Дурак. Это не про социальное, а про отрицательных эмоций. Дурак. Хороший фильм, но правда жизнь, ребята. Там нет опыта позитивных. К сожалению, устойчивые связи формируются только на позитивных эмоциях. На отрицательных эмоциях связь даже в пятизвуте не поменять. Самые сильные сообщества протестных, которые формируются против протеста чего-то, они социальные максимум два года. Потом люди просто развалятся, что, слушайте, у нас не получилось, во-первых, где-то бороться, а где-то мы даже этот опыт вспоминать не хотим. Отрицательные эмоции связи не укрепляют. Но только если, конечно же, не кризис выживать. Вот если сейчас будет война, не далеко, конечно же. Мы вынуждены будем понимать то, что здесь идет связь. Но это максимально. Это у них, когда социум начинает выживать. Это совсем другое. Не хотелось бы вот такие эмоции встретить. Хотелось бы все-таки врусле нормального такого существования, с кафешками, с Европой, с поездкой друг к другу, как-то начать договариваться. Потому что у нас еще есть люфт, ну, примерно 20-30 года, что социальные какие-то изменения запросы. Я фиксирую по стране, что запрос на изменения снизу, он очень серьезный. Причем снизу, это и снизу с администрации, с бизнеса, сообщества. Он запрос такой конструктивный. Им вообще не нужна власть. Им нужны просто не хочется хорошо жить. Это нормальный вопрос. Когда вы начинаете его политизировать, изменения возможны. Потому что когда вы начинаете эту энергию на крайнюю политику, изменить сразу не могу. Можно вопрос? Вы, как раз, с вами комплектируются представители администрации, на самом деле конструктивный городок. Сколько вам ощущаете на праздники? Ваши советы не пользуются на практике, на самом деле? Сколько они готовы и знают? Все пока субъективно, но тренд позитивный. Мэр Илькутска два дня вместе с своей администрацией провел на форуме городских салф. И в конце форума он сказал кучевые вещи. Во-первых, А. Я не знал, что у нас так много адекватных людей, Б. Вся городская администрация отпитчинговала проекты, создала рабочую группу с активистами. С. Давайте двигаться дальше, нужно форум городских предпринимателей. Потому что я понимаю, что это придет действительно к созданию в городе диалога. И сразу же роль власти становится понятной. Это не субъект, который сам по себе. Это субъект, который начинает, правда, пользоваться лояльностью. Начинает формировать лояльность. Что такое лояльность? Это, в принципе, доверие, просто другим языком, в результате совместного взаимодействия. Лояльность средства медиа вырастить невозможно. Или только среди людей, которые не обладают системой цен. То есть пока у вас пропаганда работает, они якобы вам лояльны. Пропаганда кончилась с деньгами, люди сразу не знают, кто они, и начнут вас не любить. Поэтому опыт скорее позитивный, чем отрицательный. Во-вторых, у администрации разных поколений разный запрос. Например, мэр или губернатор задают мне всегда ключевой вопрос. «Свят, а кто среди активистов главных?» Я говорю, «Главных там нет». «Как?» Я говорю, «Вот так, вот это горизонтальная система. Но хотите, у них будет главное, но каждый раз новое». Я говорю, «Хотя бы так, потому что я не могу общаться с людьми, которых главного нет. Мне сразу страшно». Он сразу понимает, что это следующий уровень развития общества, и ему становится страшно. А кому-то, наоборот, слушаешь, классно. Это классно, что среди них нет главного, иначе бы я взял себе на работу. Поэтому тут вопрос очень такой спортный, но тренд позитивный. То есть у нас сейчас в конце октября будет большой форум в Сочи. Ассоциация инноваторских городов будет эту социальную перезагрузку города фактически изучать. Там мэры более 80 городов. Причем мэры малых городов заинтересованы больше. Потому что им хотелось бы, чтобы люди оставались в городе, чтобы город развивался. Мэры-миллионников, конечно, заинтересованы меньше. Потому что усложнение элит, что такое социальная перезагрузка города? Это создание новых элит и усложнение элит. Это всегда другой уровень взаимодействия, другие ресурсы. Но комплексное развитие невозможно без этой системной реорганизации. Никакой? Никакой. Москву перезагрузим в последнюю очередь, потому что Москва настолько усложнилась, что, конечно же, ее тут не хочется заниматься, честно скажу. Потому что Москва – это 17 городов. С другой стороны, я, конечно, понимаю, что если мы перезагрузим Москву, сразу перезагрузится вся страна, но тогда мы опять нарушим этот момент более цепричности. Хочется, чтобы в стране выросли другие страны. Новосибирск, Якутск, Юркутск, Волга, Ярославль. Чтобы выросли эклумерации, Самара, по-не знаю, чтобы появились другие центры развития. И только потом мы бы вместе с этими центрами развития спроектировали, какая столица нам нужна. И, возможно, мы бы ее перенесли во Владимир, где она была там 800 лет назад. Это было неплохо для Владимира или хорошо для Москвы. Или во Владивосток. Вот я задавал там вопрос… А, вы там задавали вопрос. Ну, я там задавал умным дядькам, да, насчет того, что почему люди все еще приезжают в Москву и Москва увеличивается, да, то есть отток. А теперь вопрос, как надо повернуть обратно? Тут, на самом деле, нужно внутри городов перезапустить процессы, сделать так, чтобы понять, для чего уезжает Москва. Очень банальная история. Три года назад с 11-ти классниками мы проводили исследования. Я задал простой вопрос на встрече. Кто из вас хочет стать инженером и дизайнером? Там что-то 11% поднимали руки. Сейчас наши опросы с 11-ти классниками показывают 40% хотят стать дизайнером инженером. Если вашим, извиняюсь за слово, Мухасранский, дизайнера-инженера не учат, работать для дизайнера-инженера нет, люди будут продолжать уезжать туда, где это мучает, там, где есть эта работа, понимаете, да? А это очень простой вопрос. С другой стороны, креативный класс, другие требования предъявляют пространство. Ему нужны кафешки, ему нужны общественные пространства. Он должен где-то встречаться, он должен где-то вдохновляться. У него другой потребности в культуре и в образовании. Если в городе этого нет, музей пыльный, галереи нет, Центра современной искусства никогда не открывали, парк с шлаками, с пивом из колесового обозрения, креативный класс там нет. Потому что креативный класс хотя бы там тыгин рисовал нормально, или в ваты бы какой-то арт-объект подорвел. То есть первая работа, второе – это нормальное пространство. Образование, деятельность, среда. Образование, деятельность. И в Москву буду езжать до тех пор, пока сама Москва не поймет, что она не только город, она отвечает за всю страну. Самой Москве нужно повернуться к регионам. У нас два года назад была стратегия, она прописана там на двух листах А4. Нормальная стратегия? Нормальная стратегия – это два листа А4, которые сформулируются с одной простой фразой. Отпустите людей в регионы. Создайте в регионах центры силы, центры образования, центры деятельности, чтобы эти люди там оставаться. Вот что сейчас должна из Москвы? Опять, Москва должна проинвестировать в проект в Иваново. Тогда из Иваново люди не поедут в Москву. Тогда Москва позволит себе строить дорогое жилье, а не дешевое социальное жилье. Потому что спрос бессмертный, строит все подряд. Тогда начнется с другой развития. Но проинвестировать в чужой проект в Иваново, это нужно иметь какие-нибудь компетенции, какое-то целенаполагание, какой уровень ценности. – Тут надо сказать, что Москва инвестирует не свои деньги, а федеральные деньги используют. Поэтому федеральные деньги нужно направить в Иваново. – Знаешь, Москва и деньги – это тема настолько глубокая и настолько эмоциональная, что поднимать этот культурный год не хочется. Мне иногда кажется, что «Москва и деньги» – это одно слово. Просто «Москва и деньги». Там нет счастья, там нет идти здесь. – Москва и деньги. – А давайте сами распределять. – Сами это кто? Вы субъект? Вы эксперт? Вы сообщество? Вы девелопер? Вы сообщественный девелопер? Вы ассоциатicos и аэтишники? Кто вы? Давайте сами распределять. – Давайте! – Есть предприниматели. Про предприниматели говорили. – Barnaby No. – Говорят только про свои проблемы – дайте нам деньги, уберите налоги. А предъявить право на город нужно иметь смелость и другую субъектность. Поодиночкам нет ни предпринимателей право на город предъявлять не будет. Только совместно, только малый, крупный бизнес желательно еще поддерживать другими городами о всем месте нам не страшно показать что это выгодно у меня сейчас провоцируйте на еще последний шайники это шайники это менеджмент вот магистратуру urban studies я курирую urban studies в ржу это философ это культурологи а в ворсшопе это будет все кто хочет потому что там будут городские продюсеры там городские проекты любой человек со своими проектами со своей кисой приходит и учится за 9 месяцев друзья всем большим спасибо до свидания АПЛОДИСМЕНТЫ А есть файл? А, ну хорошо, я ссылку на ток залью.